В эфире программа «Что произошло?» Здесь нет государственного заказа и политической агитации, здесь только реальная жизнь. В общем, добро пожаловать в Россию. На минувшей неделе все же было кое-что приятное. В Челябинске. Где сейчас идет судебный процесс над оферами местного гуфсина, который, по версии следствия, ни много ни мало пытали людей. Вырисовывается-то даже обвинительный приговор. Согласитесь, что такое бывает редко. Итак, поехали. Если бы я знал некоторые вещи, которые я изучил здесь и прочитал в книгах, в литературе, в Курманске, то, мне кажется, в любом случае не оказался бы здесь. Султан Исраилов на воле был любящим отцом и кормильцем семьи. Оступившись, он попал в ИК-2 города Челябинск. Когда мужчине оставалось несколько дней до выхода из колонии Паудо, дети не дождались папу. Султана повесили на этом шарфе. Сейчас следствие и прокуратура уже уверены в этом. А еще совсем недавно его смерть пытались выдать за суицид. Теперь на скамье подсудимых четыре оперативных работника этой колонии. Именно их обвиняют в пытках заключенных. По версии следствия, во время обыска, осмелев после принятого на грудь спиртного, силовики решили облегчить себе работу. И для ускорения понимания пустили в ход кулаки, дубинки и другие предметы, что попались под руку. ФКУ ИК-2 города Челябинск. Это именно та зона, где в 2015 году во время шмона опера избивали заключенных. Одного забили до смерти. Коллектив ИК-2, как и собственно всей системы ФСИН России, всегда рад гостям. И встречает их с хлебом и солью. А вернее с автоматами и собаками. Примечательно, что недовольство силовиков вызвал сам факт появления нашей съемочной группы на улице возле исправительного учреждения. Разрешение на съемку. От того разрешения мы улицу снимаем. Режимная территория. В соответствии с режимной территорией. Мы снимаем улицы города Челябинска. Вы снимаете? Да. Редакционное задание показать? Пожалуйста. Читаем. Что? Видеосъемка планов улиц и зданий города Челябинска. Вы в каком городе находитесь? В Челябинске. Вопросы есть еще? Снимайте улицу. Мы улицу и снимаем. Мы находимся на улице, вместе общего пользования, не на вашей территории. Что вы сюда прибежали и мешаете работать? Мы вам мешали работать? И что? В смысле что? 144-я статья Уголовного кодекса. Что? Воспрепятствование законной профессиональной деятельности работников СМИ. Будьте добры, покиньте место съемки и не мешайте работать. Я вам предъявил документы по вашей просьбе. Предъявите ваши документы, пожалуйста. Так, давай стендап пишем. Джон, стендап пишем. Сотрудники в СИН мешают съемке, не предъявляют документы. Вон, пожалуйста, встал перед камерой. Вызываем на место наряд полиции. В смысле, какое разрешение мы улицу снимаем? У нас редакционное задание. От кого оно у вас? В смысле, от кого? Федеральный закон для вас не действует, что ли? Ну, что это за бумажка? В смысле, что бумажка? Это редакционное задание. У вас даже бумажки никакой нет. Вы мне предъявить ничего не сможете. Чем обусловлено, что она режимная? Покажите документ. Нет документа? Есть. Покажите, предъявите. Вы мне ничего не предъявляете. Я вас с собой должен носить. Да, я что, с собой должен носить? Вы сейчас мне мешаете работать, а не я вам. Ну, давайте, да. Все, сейчас. Пока журналисты Крик-ТВ лицезрели бесплатное цирковое представление у стен колонии, руководство регионального ГУФСИН нервно пыталось через коллег и знакомых выйти на руководство канала, чтобы надавить на представителей прессы и заставить их прекратить съемку. Когда и это не помогло, бюджетники в погонах вынуждены были ретироваться. С руководством учреждения съемка я согласен. Зачем нам руководство учреждения? Мы же не на территории снимаем. Мы по закону имеем право снимать на улице. Режимная территория. Так, где режимная территория? Вот здесь дорога режимная территория? Вот это вот где находитесь. Хорошо, давайте перейдем. Там не режимная. Вот режимная территория... Никто не запрещает съемку, как бы. Самим операм тоже нечего добавить журналистам. Они лишь бегали от нашей камеры по коридорам суда, словно совраски. А за что людей били? Скажите, пожалуйста. Я не хочу с вами разговаривать. А кто приказ отдавал? Люди хотят узнать. Однако самоуверенность ластелинов кулака и дубинки прошла очень быстро. А именно сразу же, как только процесс открыли для прессы. И тогда последовали весьма странные ходатайства. Например, о том, чтобы заштриховать лица оперов. Впрочем, сиял жалостливая просьба была удовлетворена судьей. Естественно, что мы без разговоров выполняем решение Фемиды. И потому, начиная отсюда, и далее будем показывать подсудимых по этому делу вот так. О том, что на самом деле происходило в этот зуполучный день в колонии, рассказывает другой заключенный, Андрей Черников. Начали меня избивать. Потом кто-то из них крикнул, вали его. Положили на пол и просто избили дубиной. Ну, минут пять точно это происходило. После чего раздели, на голое тело дали, в робу, закинули. В камеру. В камеру. Избитым у вас получается, да? Коллеги оперов, оказавшихся на скамье подсудимых, в открытый угрожают защитникам пострадавшего. В мой адрес поступают угрозы. То есть, эти угрозы поступают от двух лиц, один из которых в социальной сети зарегистрирован, как Борис Ожегов. Второй, это бывший начальник отряда ФКУИК-2 ГУФСИН России по Челябинской области, Заболотний Алексей, который звонил мне по сотовому телефону. За дело уже взялись сотрудники полиции. Они начали проверку по заявлению юриста. В рамках проверки проводятся мероприятия, необходимые для установления лиц, причастных к этому правонарушению, и иные мероприятия для установления всех обстоятельств. К счастью, понты силовиков никак не подействовали на прокурора. Представитель гособвинения запросил для них реальные сроки. Пошу вынести отношения Дунцова Александра Викторовича, Магина Владимира Анатольевича, подкрытого вектора Александра Викторовича, за дело, Александра Николаевича, обидеть не приговорить, не знать виноват. В преминых сторон опера уже и не отрицали сам факт избиений и убийства осужденных. Пытаясь уйти от ответственности, прямо в зале суда они начали валить вину друг на друга и на своих коллег, которые, по всей видимости, до сих пор работают в системе ВСИН России. То есть, получается, что по той же самой логике, то есть и другие сотрудники, как и я, и завиалов, не могли осознавать, что происходит там. Иначе тем же они тогда отвечают. Ну, то есть, я считаю для себя лично ответ просто на этот вопрос, что и меня, и кто еще в большей степени замначальника оперативного отдела на дотоме, заигралов, сотрудники управления собственной безопасности. Случай этот прокомментировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что эта проблема не останется без внимания руководства Чечни. Каждый день мы этим вопросом занимаемся, решаем вопросы заключенными, там, которые на свободе, там, задержаны. Каждый день. Долгие стоят, величие доно. Доно. Очень им особо доно. Это наш толк. Защищать права наших граждан. Мы это делаем. Приговор будет 15-го числа. Искренне надеемся, что он будет обвинителем. И что опера эти получат реальные сроки. А на зоне их встретят вполне достойно, так как они в свое время встречали других. Тогда другим операм неповадно будет. А пока что коллеги оперов, сидящих на скамье подсудимых, до сих пор не поняли, что масштабы их зоны не простираются на всю страну. И что за пределами своей колонии о неровном счетном вообще никто. И звать их никак. И что на воле придется жить по федеральным законам. Изучением которых силовики почему-то себя не утруждают. Похоже, что Армата наступила не врагу. Армата наступила всем нам. Ростех продает последнее живое военно-промышленное предприятие. Уралвагонзавод. Прежде чем завод продадут, его скорее всего раздробят на три части. На самом заводе информацию подтверждают и даже называют сроки. Это середина 2019 года. Подробности в нашей рубрике «После выборов». Символ патриотизма и русской весны Уралвагонзавод, похоже, больше не нужен нашему государству. Равно как не нужны танки, вагоны, тракторы и трамваи, которые производятся на заводе. Все это оптом, ну или частично планируется отдать частные руки. Прорабатываются разные варианты, но скорее всего завод разделят на несколько частей. Пока что основной план приватизации УВЗ, который прорабатывают в правительстве, сводится к созданию пула инвесторов, каждый из которых вложится в отдельное направление работы завода или его подразделения. Источники-эксперты видят такие варианты среди немногих реалистичных, но признают, что модели продажи до сих пор нет и найти инвесторов в условиях санкций будет непросто. «Ростех» может продать до 49% УВЗ, сообщил глава Минторга Денис Мантуров. Он уточнил, что интенсивной работы пока нет. Направление вопрос не выносился, однако предварительные обсуждения внутри госкорпорации идут. По его словам, активно этот вопрос будет обсуждаться в середине 2019 года. Корпорация «Уралвагонзавод» — это крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель грузовых тележек и вагонов, сельскохозяйственной, коммунальной техники и легкорельсового транспорта. В 2012 году именно отсюда началось движение «Антимайдан», а город Нижний Тагил, где находится предприятие, в прессе открестили Путинградом. Правда, название это не прижилось. А вскоре после того, как отголоски взрыва патриотизма угасли, на заводе начались серьезные финансовые проблемы. Уменьшили сразу на 30%. При той же самой выработке, которую я, допустим, делал, у меня там 70-80 получалось, то сейчас мне, чтобы 70-80 заработать, я не знаю, это мне надо в цехе просто поселиться и жить. Мы сдельщики своего рода, и платят нам за деланную раму. Знаете, вот когда бетон долбит, да, ну вот асфальт, и то, вот. У нас такой же отбойный молоток, только маленький, небольшой. Там зубилы. Вот мы вырубаем этот металл, и то, ну... Как на ваше возмущение отреагировало руководство ЦЭКа? Штыки, конечно. Они, естественно, они говорят, мы вам добавили. Вы почему? Премию-то мы вам добавили. Закатились до того, что они нам сделали со 163 рублей, я по сварщикам говорю, до 38 рублей. Если вот сейчас работать в одну смену, я посчитал, вот буквально, что я получал за 80, буду получать 38. Я вот сейчас вот просто не могу подойти к работе, так вообще не за что. Я хожу туда, свое здоровье трачу. После кризиса на завод выделили большие деньги, особенно 10 миллиардов, где-то в машиностроительной было написано 10 миллиардов именно на металлургическое производство, на модернизацию, там все это, но... Как они ее провели, мы не знаем. В Ленинградской области нелегальные мигранты взорвали завод пиротехники. Первое сообщение о происшествии на заводе «Авангард» поступило 19 октября около 16.35 по местному времени. По прибытии первых подразделений спасателей было выявлено, что произошел взрыв двух зданий на заводе. Это были цеха по смешиванию пиротехнических составов для изготовления фейерверков и другой продукции. На месте взрыва были обнаружены две пострадавшие женщины, которые сразу же были переданы в карету скорой помощи. А далее в ходе разбора завалов были обнаружены и другие пострадавшие, а также погибшие. Тела под завалами искали служебные собаки. Прохожие, среди которых были и дети, также пострадали. Проверка выявила, что на заводе работали нелегальные мигранты, не имеющие соответствующего образования и квалификации. Главный инженер завода арестован. В результате происшествия пострадало 11 человек, четверо из которых, к сожалению, погибли. Для оценки состояния поврежденного здания будет задействован комплекс «Струна». Всего к работе по ликвидации последствий привлечено было 224 человека и 66 единиц техники. О том, чем же живут слуги народа по всей стране, в нашей постоянной рубрике «Политпогода» с Ксенией Форовой. В Саратовской области наблюдается обильный снегопад, только из денег. Или деньгопад. Регион берет, в общем, многомиллиардные кредиты, чтобы обеспечить чиновников. И это ничего, что край традиционно в долгах, как в шелках. И размер госдолга в регионе, конечно же, не уменьшается. А с каждым годом только растет и растет. Это чиновников совсем не пугает. Бесплатные, то есть бесстрашные слуги народа планируют взять очередной кредит в размере около 9 миллиардов рублей, из которых половина пойдет на то, чтобы обеспечить зарплаты и премии для кого? Для себя любимых. Включая предметы роскоши, например, авто за бюджетный счет, представительские расходы и много чего еще. При этом выплаты для народа, например, компенсации за детские сады, будут урезаны. Ведь для чиновников главное ни в чем себе не отказывать. Как делает, к примеру, губернатор Радаев, на которого выделяется самая большая сумма из бюджета. А в Смоленской области погода бывает разная. И снег, и дождь, и даже гололед. Однако все эти капризы матушки природы, ну, нисколечко не мешают губернатору Алексею Островскому ездить по дорогам. Ведь главное, чтобы машинка была новая. Вот потому он и сменил свой Лексус 2012 года выпуска за 6 миллионов рублей на новенький, за 8 миллионов рублей. Причем авто премиум-класса главе региона подарили в областном фонде поддержки предпринимательства. Купили и вручили вот прямо Островскому Лексус последней модели. Странно, но прокуратура не видит в этом ничего плохого. Говорят, это не взятка. Ведь губернатор получил машину безвозмездно. То есть даром. А как известно, коню, подаренному главе региона, надзорное ведомство в зубы не смотрит. Страшно, наверное, или боязно. А в Свердловской области выпал серый снег. Почему серый? Да потому что серый кардинал «Всея» Среднего Урала Тунгусов, похоже, потерпел окончательное поражение. Его карманным депутатам, свято охраняющим интересы главного коррупционера региона, не удалось заполучить ни одну из руководящих позиций Екатеринбургской городской думы. Причем уступили они народным избранникам, новичкам, то есть тем, кто мотает в думе свою первую ходку. Ой, простите, срок. В общем, все, ребят. На сегодня хватит. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло в эфире Крик ТВ». Краткую версию смотрите на канале «Реальная журналистика». Регулярно заходите на наш сайт kriknews.ru. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Обратите внимание, номер редакции изменился. Также ищите нас в социальных сетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в ютубе. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.